Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Жуткое ДТП под Могилевым. Пожар в Бобруйске. И недосмотрели за двухлетним ребенком в Кличеве. Пока все доедали прошлогодние салаты, под Могилевым сгорели две машины. 4 января легковушка при обгоне врезалась во встречную маршрутку. Оба автомобиля загорелись. Два человека погибли, 11 в больнице. Сообщение о ДТП поступило в милицию в 17.23. 60-летний водитель, управляя Volkswagen Polo в районе деревни Сидоровича Могилевского района, при обгоне влетел во встречный микроавтобус Mercedes Sprinter с 10 пассажирами в салоне. Сразу после удара машины загорелись. В результате ДТП водитель Volkswagen и его 13-летний пассажир погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и все его пассажиры госпитализированы. Первое рабочее утро после долгих выходных началось с возгорания на Красноармейской. По прибытии спасателей наблюдалось задымление в квартире на первом этаже. Хозяев дома не было. В результате пожара уничтожена двуспальная кровать, натяжной потолок, повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем. С начала 2020-го в Бобрыске произошло три пожара без гибели. В прошлом их было на две меньше. И тоже без жертв. В районе без ЧП. Аналогичная ситуация была и в 2019-м. За неделю подразделениями горра и отдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 6 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 7 раз на срабатывание сигнализации и 21 на оказание технической помощи организациям и населению. Еще в конце прошлого года в Минске задержали 25-летнего бобруйчанина. С собой у него было несколько пакетиков особо опасных наркотиков. Парня арестовывали в лесополосе на территории столицы сотрудники сразу трех структур – наркоконтроля, ГАИ и ОМОНа. При нем было около 200 граммов белого порошка. Как показала экспертиза, это особо опасные наркотики. По сведениям оперативников, товар парень закупал в интернет-магазине, а потом фасовал и продавал через закладки в Бобруйский и Солигорский в течение трех месяцев. Раньше молодой человек привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Переменчивая и неустойчивая погода, слякоть, резкие морозы и оттепель, мокрый снег и даже дождь – признаки нашей современной зимы. Опасности, которые она нам преподносит, еще никто не отменял. Одна из них – гололедица. МЧС напоминает элементарные правила безопасности. Передвигаясь по опасному участку, имитируя движение при ходьбе на лыжах – небольшими скользящими шажками. Ступать нужно на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки желательно не занимать сумками и другими предметами. На опасной дороге будьте предельно внимательными. Не торопитесь. И тем более не бегите. В Кличевском районе двухлетний ребенок отравился неизвестной жидкостью. Сейчас он в реанимации, как сообщили в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. 2 января семья из агрогородка Дмитриевка должна была праздновать двухлетие младшего ребенка. Около пяти часов вечера, когда 30-летняя женщина с двумя старшими детьми находилась в комнате, младший хозяйничал на кухне. Ребенка привлекла бутылка с неизвестным содержимым, которое он без опасения попробовал на вкус. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию районной, а затем в Могилевской областной детской больнице. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Остатки неизвестной жидкости, которую потребил ребенок, изъяты для проведения судебно-химической экспертизы. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рьянс. Увидимся через неделю.